Всем привет, добро пожаловать на новое видео, и в этом видео я сделаю нечто другое. Обычно я учу вас, как говорить на английском правильно, но в этом видео я научу вас, как говорить на английском неправильно. Как вы поняли по названию видео, ошибки, которые совершают носители языка, и я даже более лично это сделаю, ошибки, которые я совершаю в английском языке каждый день. Я буду с вами предельно честен, вне образовательного контента, то, как я говорю по-английски outside, отвечается от того, как я говорю здесь. А если я преподаю, конечно, я хочу говорить грамотно и правильно, и это абсолютно нормально, потому что вы хотите тоже уметь говорить грамотно и правильно. Но уметь говорить неграмотно и неправильно, как другие носители языка тоже это делают, я считаю, это тоже важное умение. Однако это не значит, что вы обязательно должны совершать все эти ошибки. Это абсолютно не является целью этого видео. Цель этого видео это создать вам awareness, что такое бывает, так люди делают, вы это слышите, слышали и услышите много где, и чтобы у вас не было вопросов, почему это происходит. Это просто так принято и так делают. Так как мы с вами учили английский язык или учим английский язык и не выросли и не родились на нем, конечно же, вес ошибки у нас немножко разный. У этого вопроса есть слои. Если носитель языка совершает ошибку, никто ничего не думает. Если ученик английского языка совершает ошибку, здесь уже начинаются какие-то preconceived notions и, может быть, даже judgment. И это то, с чем нам с вами придется жить до конца нашей жизни. Это не уйдет никогда. Но то, что мы можем с вами сделать, это поменять полностью этот narrative и изменить наше хотя бы отношение к ошибкам, намеренным ошибкам. Ошибкам, которые совершаются носителями языка каждый день. Поэтому я абсолютно честно вам говорю, все ошибки, о которых я буду говорить в этом видео, я совершаю их тоже почти каждый день. И мне пофиг. Конечно же, не приносите ничего этого на ваше ЕГЭ, ОГЭ, TOEFL, IELTS, SAT или любые другие экзамены. Не стоит. Если вы пишете эссе или что-то академическое, тоже я бы не рекомендовал. А вне этого всего, всем все равно. С каждой ошибкой я вам скажу, это сленг или более общепринято, и я вам даже покажу рейтинг того, насколько часто я совершаю эту ошибку в своей жизни. Поэтому, если вы готовы, поехали. Первая ошибка не считается суперсленгом, она более такая нейтральная, но это путаница между I и me. Оба этих местоимения означают я, но есть разница. Как вы думаете, какое из предложений является грамматически верным? He talked to my friends and I, или he talked to me and my friends. Правильный ответ. He talked to me and my friends. Это грамматически верное предложение. Почему? I мы используем в качестве подлежащего, тот, кто выполняет действие, и me мы используем в качестве object, тот, кто это действие получает на себя. В данном случае, he talked, he, это подлежащее. Я получаю это действие. Следовательно, he talked to me and my friends. Но если мы говорим, my friends and I talked to him, это совсем другое. Здесь I, это подлежащее, и поэтому нужно I. Но, но, некоторые носители языка будут говорить, me and my friends talked to him. И это абсолютно нормально, потому что всем пофиг. Также существует тенденция overcorrectности, и мы любим очень overcorrect, и поэтому некоторые даже будут допускать обратную ошибку и говорить he talked to my friends and I, потому что, ну, I, это более правильно и грамматически верно и формально. Но нет, правило не такое, правило вы уже знаете, поэтому вот так вот. Because me and my friends are going bowling. Номер два, путаница между good и well. I'm doing well. Многие носители скажут, I'm doing good, потому что, если это не тест, не экзамен и не эссе, всем пофиг. He did very well. Вы часто можете услышать he did very good, и всем все равно. Good, I'm good. Следующая ошибка, это путаница между, даже не путаница, а, ну, практически полный дисрегард между fewer и less. Мы используем fewer с тем, что можно посчитать, и less с тем, что нельзя. Но носители языка очень редко пользуются словом fewer, и чаще всего склоняются больше в сторону less. Например, I wish we had less problems. Грамматически верно будет сказать, I wish we had fewer problems. Но слово fewer просто реже в обиходе носителя языка, и угадать что? Всем пофиг. Less of these things would happen. Следующая ошибка, это не совсем корректные сравнения. Я вам сейчас объясню. Мне нравится пицца, и вам нравится пицца. Но у меня есть причины полагать, что мне нравится пицца немножко больше, чем пицца нравится вам. И поэтому я могу сказать корректно, I like pizza more than you do, или я могу сказать, как большинство носителей языка скажут, I like pizza more than you. И вам тут придется гадать, мне нравится пицца больше, чем вы мне нравитесь, или мне нравится пицца больше, чем вам нравится пицца. Но я готов поспорить, что люди в здравом уме чаще всего не будут сравнивать пиццу с человеком. Поэтому, я думаю, в контексте проблем не возникает на этой почве. Я люблю тебя больше, чем термин. Мы добавляем с. He knows about this. Но часто люди будут говорить he know about this. That's just what he does. That's just what he do. Еще раз дисклеймер, это более сленговая вещь, но это тоже случается. И эта ошибка, до того, как вы начнете спрашивать, не имеет никакого расового подтона или ничего такого. Люди всех рас, национальностей и walks of life допускают эту ошибку намеренно. He don't like company. He don't know. She don't know. Grandma, she don't know. И из-за этого мы также, в принципе, и можем неправильно выбирать вспомогательный глагол. I thought we were friends. I thought we was friends. I thought we was friends. Are you free right now? Или is you free right now? Выбор ваш. Говорите, как хотите. Люди так действительно говорят. Но, опять-таки, еще раз хочу сказать, не приносите это ни на какие экзамены. Ну и, как с любым сленгом, вам нужно просто научиться to read the room и анализировать ваш аудиенс. Если человек, с которым вы разговариваете, так не говорит, может, вам тоже не стоит. Yes, we... we were asked questions. We were asked. I know. We were robbed. We were robbed. We were just outside. Следующее двойное отрицание. Это, ну, оно ближе к сленгу, но все равно ближе к нейтральному, нежели предыдущее. Двойное отрицание не является грамматически верным, но все, почти все люди допускают эту ошибку. I've never seen nothing like that before. Вместо I've never seen anything like that before. Или I don't know nothing. Вместо I don't know anything. И это делается с целью усилить это отрицание. Минус на минус не дает плюс, минус на минус просто дает более большой, жирный и сильный минус. I don't know anything. Звучит нейтрально, я не знаю. I don't know nothing. Звучит сильнее, я серьезно тебе говорю, что я не знаю. Или тройное отрицание. I never seen nothing like that before. Такое тоже бывает. I don't know nothing about it. No, I don't want no ticket. Следующая ошибка тоже является ближе к сленгу. Это использование неправильной формы неправильного глагола. Особенно это прослеживается четко с конструкциями should have, would have, could have и все такое, когда нам нужен глагол в третьей форме. Вместо третьей, многие люди используют вторую. I should have known. I should have knew. Люди так говорят. Или I could have gone there. Часто люди скажут, I could have went there. И всем пофиг. Oh, yeah, no, I should have seen that coming. I never would have went this far without somebody pushing it. Следующая ошибка, это более сленговая ошибка. И здесь это полное игнорирование и пропуск вспомогательных глаголов в принципе. You crazy вместо you are crazy. Или you're crazy. You crazy. Where you at? Где ты? Where you at? Вместо where are you at? Where you at? What you mean? Вместо what do you mean? This is that feeling you get when blah-blah-blah. Вместо this is that feeling you get. This is that feeling you get. Where you been? Where you at? Следующее неправильное использование present perfect. И это сленг. И я бы даже регионально отнес это к южному английскому языку. Но несколько лет уже эта ошибка продвигается все глубже и глубже в остальные штаты. Если мы скажем грамматически верно I've known this. Много кто может неправильно это построить, не использовать have. И в качестве вспомогательного глагола вместо have использовать слово been. И получается вместо I've known this, I've been known this. И еще мы иногда можем использовать слово done как вспомогательный глагол точно так же. Например, I've told you before. Можно вместо have, то есть, ну, нельзя в TOEFL или WILD, но в жизни люди иногда вместо have используют done. I've told you, I don't told you. Следующая ошибка это создание абсолютно нового времени в английском языке. Это новое время категории continuous, которое можно назвать привычное продолжительное. У вас есть past continuous, да, прошедшее продолжительное, present continuous, настоящее продолжительное и future continuous, будущее продолжительное. Но у нас еще есть привычное продолжительное. Это когда мы берем past continuous, present continuous и future continuous и лепим это в одно время. И формула этого нового времени, опять-таки, не приносите это ни в какие тесты, формула этого нового времени, это подлежащее, потом вспомогательный глагол be, который не меняется вообще, и глагол с окончанием ing. He be acting weird sometimes. Делает это всегда, это привычное продолжительное. Он делает это всегда. Он делал это в прошлом, делает это в настоящем. И у меня есть причины полагать, он будет продолжать так же делать в будущем. То же самое, как и present simple, но с большим ударением на продолжительность или длительность этого действия. Или каждого индивидуального действия. He acts weird, это на нашем таймлайне это будет несколько разных точек, да, вот это его привычка, это его рутина, но he be acting weird, это будут не точки, а маленькие отрезки. То есть каждое индивидуальное действие длиннее. She be blowing my phone up on a regular. We just be chilling and smoking trees. Английский язык это не такой язык, в котором то, как вы говорите, отражает ваш интеллект или что-то типа такое, или образованность. Никто не будет называть вас неграмотным или тупым, если вы говорите на сленговом языке. И в английском языке это воспринимается все не так серьезно, как в русском. Если вы хотите пример сравнения, никто вас не называет неграмотным или необразованным, если вы вместо что говорите что. Так ведь? Хотя всякие люди бывают. Но это все не так серьезно, английский язык имеет свою индивидуальность, и английский язык каждого индивидуального человека будет разным. У каждого человека есть свой стиль ведения разговора или построения речи, и все это знают, все это понимают, и поэтому мы так любим английский язык. Ваш английский язык может кардинально отличаться от моего. И это будет два правильных английских языка. Поэтому вот, вот такое видео, ошибки, которые носители языка допускают, а вы, скорее всего, нет. И еще раз напоминаю, вы, если вы не хотите, вы не должны. Никто вас не заставляет. Но и никто вам не говорит, что это будет плохо. Как всегда, с вами был Веня Пак, вы на канале Веня Пак ТВ, и это канал, на котором мы учим живой настоящий английский язык со всеми его недостатками и со всеми его уродливыми сторонами, но и также со всеми его прелестями. Вот он, настоящий английский язык, и вы ничего не сможете с этим поделать. Но то, что вы можете, это сделать для себя осознанный выбор. Используете ли вы немножко сленга или не используете? Говорите ли вы как носитель языка, даже с ошибками или, возможно, нет? Но то, что я вам могу сказать это от ошибок, никто не может убежать. И ошибки совершают все, в том числе носители языка. Разница просто в том, как мы на них смотрим. Боюсь ли я совершить ошибку? Или мой английский язык настолько для меня натуральный, что мне все равно? Это вопрос, который навсегда останется открытым для всех студентов английского языка, как мы с вами. Ну вот и все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и дайте мне знать в комментариях, о чем вы хотите увидеть еще. Мы увидим с вами в следующем видео. До свидания. Peace!